Девушки отдыхают Девушки отдыхают Армянами в 1779 году Армян сюда переселила императрица российская Екатерина II Великая Накичевань была важной частью здесь, на Дону потому что она дала очень много известных людей с великими, воистину великими именами как для армянского народа, так и для русского народа Шутка ли? Даже первая газета здесь, при Азовский край, была издана первым издателем Серафимом Арутюновым кстати говоря, моим однофамильцем Эксюз, значит, Дурпахамонзе, Дурпакян здесь много в Ростове улиц и зданий, которые были построены Накичеванскими армянами и все же, в чем смысл моих съемок именно отсюда? ведь речь идет именно о парцахе и название само за себя говорит я бы хотел бы, как вы уже догадались, наверное, обратиться к этому недожурналисту, недополитику Пашиняну Николу Иванович, смотрите, вот с этой стороны Ростов на Дону с этой стороны Накичевань на Дону и не доводите до того, чтобы где-нибудь на земном шаре неважно, в России, в Германии, во Франции, где-либо еще образовался какой-то город с названием Арцах Арцах на Роне, Арцах на Кубани и прочим-прочим Арцах один, Арцах для арцахцев большая часть армян, я не побоюсь, именно большая часть не побоюсь ошибиться армян постсоветского пространства имеют арцахские корни, карабахские корни это из Баку, из Гянджи, откуда даже грузинские армяне многие грузинские армяне имеют арцахские корни поэтому то, что вы там надумали себе какие-то мирные переговоры, мирные договоры с этим главным армянофобом 21 века встречаетесь и хотите сдать на съедение этим шакалам Арцах с его жителями вы будете первым предателем я даже не знаю, живете вы до этого или нет во всяком случае, каркать я не буду потому что боюсь, что меня не впустят в Армению если я скажу больше положенных слов ну, это все оставим на совесть тех кто вас выбирал когда-то впрочем, что я иду далеко вперед давайте я сейчас вернусь в помещение и там я скажу чуть больше видит бог подписчики, свидетели что я долгое время вообще не касался деятельности Пашиняна да, раньше я это делал но после того, как народ Армении снова выбрала вот это то я перестал вообще о нем говорить потому что многие мои зрители начали обижаться на меня мол, типа ты что такое говоришь? ты что делаешь? это же выбор народа это выбор большинства населения Армении ну что ж пришлось молчать но извините меня здесь сейчас речь идет не только об Армении здесь сейчас речь идет об Арцахе и вы снова будете двумя руками ратовать за вот это мне даже не хочется называть его по имени и отчеству неужели у вас я не знаю ничего не трогает внутри это же разбазариватели армянских земель не он воевал ни его папа не воевал ни его дяди, ни родственники ни пяди земли не завоевали в этом Арцахе чтобы вот так разбазаривать отдавать причем не только я вам скажу что Арцахские земли но и земли республики Армении речь же только не в Арцахских землях вы же понимаете это? впрочем я о нем много говорил и помню эти наезды и я говорил почему я вам не верю господин Пашинян это еще было до войны давайте я освежу память напомню нашим зрителям то самое место после которого было очень много гневных комментариев в отношении меня ну что ж пожинайте теперь плоды смотрим я не верю Пашиняну потому что ознакомился с кем он работал в разное время каких политических деятелей он озвучивал в разное время посмотрел некоторые его публикации то в штабе Ливона Терпетросяна то публикации на тему того что необходимо дескать вернуть какую-то часть Карабаха вы считаете что сейчас он думает иначе? вообще я вам скажу Пашинян за это время сделал столько всего о чем бы мечтали только Алиев Эрдоган да что там Эрдоган Эрдоган занимается самим собой он только как бы помогает Алиеву в его деятельности против армянского народа против народа Армении против народа Арцаха и не надо вот сейчас вот эти вот ваши писюльки там внизу вот ты сам разделяешь говоришь о народе Арцаха о народе Армении я это буду говорить до тех пор пока каждый из вас в ваших сердцах не признает что Арцах это и есть Армения начиная с высших эшелонов власти если вы за 30 лет вот этой вот победы то что вы удерживали Арцах вы не признали это маленькое образование то что говорить уже сейчас поэтому не нужно мне сейчас вот эти вот ваши колкости да ура патриотизма сидеть в ваших домах на теплых диванах и гневно вот эти вот комментарии я просто уже предвижу что будет вы лучше адресуйте эти комментарии к блогерам Пашиняна вы даже их не замечаете настолько одичали я это говорю тем кто поддерживает Пашиняна пусть это будет хоть 90% Армении если это 90% то мои вот эти вот слова к этим самым 90% населения но я не думаю что сейчас найдется даже 30% населения Армении которые поддерживают если это есть это как я думаю вполне сами собой неграмотное население которого устало уже от всего и от политики а может даже и в политике то не разбирается а просто поддерживает потому что боится Сержа Сарксяна или того хуже Роберта Кочаряна да вы даже дьявола наверное не так боитесь будучи христианами нежели вот этого Кочаряна Сарксяна и прочих те начали добивать а этот пришел и добил те крышку на гроб положили а этот пришел и забил вот и вся разница между ними я не вижу никакой разницы между прежними и нынешним единственный плюс у Кочаряна это был тот что его не стыдно было позиционировать кстати говоря кто у нас президент Армении не подскажете ли например я знаю как зовут президента Молдовы я знаю как зовут президента Финляндии Норвегии я даже знаю как зовут президента генерал-губернатора Финджи но я не знаю как зовут президента Армении вы представляете далее по поводу блогеров в чем красавчик Пашинян он окружил себя такими блогерами которые заставили влюбить себя в вас а вам-то много-то особого-то и не нужно это я сейчас обращаюсь к электорату Пашинян вам-то многого не нужно вы смотрите в зеркало вот каковы вы такие вам и блогеры нравятся такие вам и премьер-министры нравятся понимаете это ваши лица ничего тут не поделаешь и вот блогеры такие же неужели вы не можете разобрать отделить вот зерна от плевел плохой рис от хорошего риса неужели вы этого не можете сделать я не буду сейчас называть имена но есть блогеры которые просто крутят вами как и Пашинян разделяет наш народ на арцарских арцарский клан табилийский клан тот клан какой клан вы о чем вообще говорите мы все армяне какой клан где вы видели этот карабахский клан где вы его видели этот карабахский клан давайте будем говорить о ереванском клане о дележанском и дживанском вообще думаете о чем вы говорите как только вы услышите из уст какого-то блогера который говорит такие вещи сразу выключаете посылайте его к чертям и не смотрите. Это блогеры Пашиняна. Они пришли, чтобы разделить наш народ. Разделить на вот эти кланы. Разделить на арцарских, ереванских, медринских и так далее. Осуществлять мечту Алиева. Вот это их мечта. Разделить армян. А вы за них это делаете. Вы за них делаете их работу. Причем эти блогеры делают себе имя очень легко и просто. Они удерживают вас. Вы, наверное, догадались уже о ком я говорю. Да? Их несколько. Они удерживают вас. Говорят, вот сейчас вот еще немножко вот соберемся. Вот сейчас. И я вам расскажу что-то интересное. Минуточку. Вот давайте еще подождем. Вот сейчас, чтобы больше было подписчиков. И я вам расскажу там еще что-то такое интересное. И этим самым он набирает больше и больше зрителей. Ведь любопытствующих-то много. Кто нос повесил. Да? И которые ждут сейчас вот что-то им расскажут. И тот там через 15-20 минут время пошло уже. И он начинает. А вы знаете? Слушайте, что за примитивизм опять? Это я сейчас утрированно говорю. Но это же все есть. Вы до сих пор не поняли, о ком я говорю? Когда я зашел туда, я прочитал комментарии, что там пишут. Это просто ужас какой-то. Да, ты прав. И хотите еще узнать, кто такие блогеры Пашиняна? Там, где вы видите солидный процент комментирующих азербайджанцев, причем положительно комментирующих в адрес блогера, это и есть электорат Пашиняна. Это и есть блогеры Пашиняна. Потому что азербайджанцы, которые заинтересованы, чтобы армян не было в Арцахе, и которые поддались на вот эту вот арийскую армянофобию, они не будут поддерживать армянских блогеров, потому что настоящие армянские блогеры, их можно увидеть. Они говорят о цельности существования, бытии. Плюс еще они деньги с вас собирают. Вот я иной раз вас благодарю за тех, кто донаты высылает. Вы там видите в начале постоянно списки тех, кто донатит на мой канал. Это абсолютно немного. По фамилиям там видно раз-два и общался. Там Сбербанк может быть кто-то человек 10 за неделю. Это самое много. И Патреон одни и те же там вот эти 20 человек годами то есть это одни и те же люди. В основном вся моя деятельность плюс то, что я осуществляю еще и гуманитарную помощь, финансовую помощь, это то, что я продаю свою уже продукцию. Книги, которые я выпустил, календари, которые я выпустил, которые я сам пишу, вот этой вот головой все это издаю и сам вкладываюсь. Этим я себе обеспечил плохое зрение, если кто-то видел первые 8 лет антитопора, я вообще без очков был, да? Этим я себе заработал остеохондроз и много-много других сопутствующих заболеваний. я работаю честно, а вот эти которые сидят там на Пашиняна работают и голову вам мутят, вы верите? Потому что они знают, что вам сказать, чтобы вам больше понравиться, а вам-то больше не нужно. Побольше бы сплетен о прежних властях, вот, побольше бы сплетен о прежних властях, все, это будет ваш любимый блогер, это будет ваш любимый премьер-министр, а этот премьер-министр только и говорит плохое о прежних властях. Ребята, у вас до сих пор вот этот пребывает комплекс побежденного. Ни в коем случае, я уже много раз говорил вам об этом, ни в коем случае избавляйтесь от этого комплекса. Давайте солидаризироваться, давайте уже все вместе вытравим всю эту нечисть, иначе мы потеряем не только Арцах, мы потеряем и Армению. Помните, я вам говорил о том, что нас ждет, что будут миротворческие войска, вы меня тоже плохо тогда восприняли мои слова, и они там есть, а теперь вы на ура патриотизме, многие из вас говорят, да лучше бы Арцах отошел к России, чем Азербайджану. Это говорят те, которые критиковали меня, когда я говорил о миротворцах еще до войны. Когда я говорил о Пашиняне, что я тебе не верю, я обосновал, почему не верю, то то же самое в мой адрес были колкости. Ну вот получите, это то, о чем я говорил, и почему не верю. Он даже до сих пор не научился говорить ни по-русски, не по-английски. Мерзоян тут вообще-то русского не знал. Я вам скажу такую вещь. Я с ним общался через переводчика. Это тогда, когда он еще не был министром иностранных дел. Представляете? То есть, я с ним говорил по-русски, он мне отвечал по-армянски, и причем отвечал не так, что вот он понимал то, что я у него по-русски спрашиваю. Нет, у нас был переводчик, ему переводили мои вопросы, он отвечал мне по-армянски, а теперь он чешет по-русски. Это что, получается, за три года, что ли, выучил так русский язык? И достаточно сносно говорить, даже лучше, чем пашиня. Потому что все это было ложью. Кто эти люди? Я думаю, нам еще предстоит выяснить. И скоро, я думаю, мы выясним. Ребята, еще раз солидаризируйтесь, иначе мы все потеряем. Иначе и моя вся эта работа, которую я положил душу все эти 10 лет, уйдет тоже на смарт. Да что там моя работа? Наши погибшие пацаны, наши ветераны, которые дожили до этих чокнутых дней, их служба тоже пойдет на смарт. Пока она не пошла. Пока еще не все потеряно. Но мы очень близко, крайне близко находимся у того места, когда мы можем потерять все. И будем вместе с курдами и ассирийцами орать на просторах Лос-Анджелеса, Парижа, Леона, Дамаска, Бейрута, Каира, Буэнос-Айреса, Монтевидео и других городов мира, о наших исторических землях, которых нам уже никто не вернет. Напоминаю в очередной раз о календаре вокруг света армянского, который вы все еще можете заказать. Календарь разлетается и по России, и за пределы Россией, то есть его можно заказать, даже если вы проживаете за рубежом. Многие из вас его уже полюбили, знают, на каждый день здесь информация значит о мире армянском, то есть для армяноведения этот календарь просто находка, он уже пятый год выпускается, по каждому дню информация. Ну вот, например, давайте, как пальцем в небо, скажем, 24 мая, что произошло, 1860 год, принятие национальной конституции, которая должна была упорядочить жизнь западных армян, улучшить школьное образование, то есть здесь абсолютно на каждый день информация, по этим календарям, в принципе, можно изучать историю Армении, и вообще армяноведение. Продолжение следует...